И снова здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня у нас в гостях наурусская опушев начальник управления молодежной политики и социальных проектов КЧГУ и Зульфия Баташева, руководитель проекта открытия центра обучения традиционным ремеслам народов Карачаева Черкесской Республики. Доброго утра. Доброе утро, доброе. Ну, на самом деле у нас целый ряд вопросов к вам, связанных именно с последним, с проектом открытия центра обучения традиционным ремеслам народов Карачаева Черкесской Республики. Что из себя вообще представляет этот проект? Ну, если я, наверное, пару слов скажу. Идея была такая, что в современном мире традиционные ремесла, они как бы забываются, это как бы никому не интересно, но наша задача, и мы как бы так хотим, чтобы те традиционные ремесла, которые принадлежат нашим народам, оно не забывалось. Ну, есть люди, которые любят этим заниматься, и наша задача, как ВУЗа, дать эту площадку, чтобы они могли себя там реализовать, научиться, и мы стараемся это сделать. Это очень круто, на самом деле. Ну, вот как вы хотите достичь вот этого результата? Как вы хотите популяризировать традиционные ремесла? У нас в университете есть институт культуры и искусств, как раз занимается искусством, и на базе этого института мы бы хотели и закупить оборудование, и подготовить, и есть преподаватели, которые будут учить желающих от 15 до 25 лет. Это и школьники, и студенты, все желающие, которые хотят научиться этому ремеслу. У нас 5 направлений, 5 школ. Это художественная керамика, художественная обработка дерева, художественная обработка металла, вышивка золотом и искусовой лаком. Очень круто, на самом деле. Круто, что подобного рода центр открывается именно в Карачаевске, потому что, мне кажется, это станет еще одной точкой, куда может стягиваться вообще в целом молодежь. Вот вообще, как зарядилась идея создания подобного рода социального проекта? Идея заразилась на школе социального проектирования, то есть мы, как управление по молодежной политике социального проектирования, решили открыть в ВУЗе школу социального проектирования. И те желающие студенты, которые хотят помочь нашей республике, помочь ВУЗу решать какие-то актуальные проблемы, они записали школу, и там мы уже штурмовали, какие у нас есть проблемы в республике, и как мы можем их решить. И благодаря этому, вот Зульфия Баташова, студентка наша, и еще несколько ребят, это Джуиева Фариза и Айшат. Лайпанова Айшат. Лайпанова Айшат в команде, они выработали эту идею и начали им заниматься. Хотя они не учатся на Институте культуры и искусств, они студенты факультета экономики и управления, но эта проблема им была актуальна, ближе, и они решили попробовать. Мы оказали всю нашу поддержку, и благодаря этой школе мы еще, кроме этого проекта, около семи проектов на разных грантовых конкурсах Росмолодежи победили. Это безупречный, мне кажется, результат, потому что действительно восемь, получается, проектов, которые предстоит реализовать, это большое количество. Ну вот, Зульфия, тогда к вам, как к руководителю проекта вопрос, почему вы выбрали именно эту проблему, чем она вас затронула? Ну, я считаю, что это достаточно актуальная проблема, и мы провели социальный опрос, в ходе которого мы выяснили, что многие жители нашей республики, в частности молодежи, они не знают свои традиции, обычаи своих народов, хотели бы узнать другие какие-то традиции других народов, поинтересоваться и так далее, и мы решили реализовать этот проект, подать на конкурс. Это круто, что все у вас получилось, но вот хотелось бы немного конкретики внести, именно от вас услышать, что вообще будет в рамках этого проекта реализовано, что за мероприятие будет? В рамках этого проекта у нас будет пять школ с пятью разными направлениями, как мы уже сказали, и в каждой из этих школ будет участвовать по 20 человек. В течение 10 дней будут обучать преподаватели, эксперты нашего университета. Каждый из них будет работать в своей отрасли. По окончании нашего проекта будет организована выставка, где будут показаны наши работы, самые лучшие. Нашим лучшим участникам будут выдавать сертификаты участия и призы. На самом деле очень радует, что большое количество мероприятий будет реализовано в ходе этого проекта, но хотелось бы поговорить об одной интересной особенности. Вы сказали, что будут занятия по группам, по группам в 20 человек. Сколько всего человек вы планируете, чтобы посетила данное мероприятие, вашу школу, вообще центр обучения? Вообще в нашей школе будет участвовать 100 человек. Каждый будет участвовать как в своей отрасли, можно и в других. А сможет ли человек, который пришел на одну отрасль, перескочить по ходу обучения на другую отрасль? Или же если ты закрепился в какой-то одной отрасли, то ты должен пройти обучение строго в этой отрасли? Если в ходе обучения у них будет желание перейти в другую отрасль, если они поймут, что там им будет лучше, то они, конечно же, могут туда перейти и обучаться дальше. Это тоже, мне кажется, очень интересная идея, изюминка вашего проекта. Ну вот еще один вопрос, адресованный вам. Хотелось бы уточнить, как простой житель Карачаева Черкесской Республики может узнать о том, что открытие уже прошло, и как он сможет попасть в вашу школу, в ваш центр обучения традиционным ремеслу? Это все будет выставляться у нас и на своей страничке, и на сайте Кочегло. Об этом, обо всем будут рассказывать, и все будут видеть на сайтах. Наурус, ну вот хотелось бы обратиться к тебе. В ходе нашего диалога ты упомянул, что помимо этого проекта еще ряд проектов были поддержаны грантами. Что это за проекты вообще, если мы можем вот такой, скажем так, краткий анонс по этим проектам сделать? Да, конечно, можем. Один из проектов это студенческая лига Карачаева Черкесской Республики КВН. Второй проект это киберспортивная лига, так как этот спорт очень быстро и яро развивается. Мы не должны как университет и как республика отставать от данного спорта, потому что там призы очень грандиозные. Я думаю, они получают больше в чемпионате мира, чем наши олимпийские чемпионы. К сожалению, наверное. Там по 70 миллионов долларов. Ну, конечно, нам Россия, Россия, но мы будем как бы стараться. Еще один наш проект это студия звукозаписи. Наши студенты будут озвучивать мультфильмы, которые сейчас популярны на родных языках, чтобы дети, которые живут в нашей республике и за пределами республики, они могли посмотреть мультфильмы на своем родном языке, не только на русском или на английском, кто изучает английский язык. Далее проект это школа проектирования с учащимися школ. То есть мы уже хотим подготавливать у школьников наших, как работать над социальным проектом. Но проектирование это уже как бы в нашей жизни. И когда мы что-то уже делаем, это можно считать, что это целый проект. Даже пойти налить себе чай, это уже целый проект. Там вскипятить воду, взять заварку. И хотим, чтобы наши школьники уже были более подготовлены. И к тому времени, когда они окончат школу, они уже могли участвовать в грантовых конкурсах и также решать какие-то проблемы нашей республики, в своем родном городе, возможно, даже в селе. Потому что грантовый конкурс на данный момент можно подаваться с 14 лет. С 14 лет каждый гражданин Российской Федерации может поучаствовать и, возможно, выиграть грантовую сумму. Далее проект еще один у нас направлен на развитие науки. Планируется провести конференцию Синадов ВУЗа, связанную с экономикой, чтобы популяризировать науку в принципе среди наших студентов, среди студентов других ВУЗов. Так как без науки нам никуда, все-таки ВУЗ. И мы хотим провести это в более таком интересном формате. И вот это несколько проектов, которые мы хотим реализовать. Далее у нас в планах реализовать один проект. Называется ресурсный центр творческой молодежи, где мы хотим организовать несколько студий. Это вот студия записи, я уже говорил, это так будет. Хотим полностью творческую молодежь, которая есть у нас в ВУЗе, по разным направлениям. Питцевцы уже будут заниматься с преподавателем, и они будут учиться правильно петь. Мы будем записывать песни, которые они будут предлагать. Далее хотим развить студенческий пресс-центр нашего ВУЗа, и в будущем возможно открыть студенческое телевидение Карачаево-Ашкетской республики. Далее мы еще хотим... Ну, танцоры у нас, конечно, всегда были, и сейчас есть и театральная студия, и оборудовать для них такие помещения, чтобы они могли заниматься, не мешая друг другу, и максимально развиваться в современном мире, потому что условия каждый раз нужно менять и что-то добавлять, чтобы они не отставали от всех остальных творческих коллективов, которые есть у нас в стране и, в принципе, в мире. Это уже поможет как-то им в творческой деятельности, в творческой жизни, и, может, мы о них еще услышим и по федеральным каналам, и по каналу Архоз 24, где будет говориться, что вот такие крутые ребята достигли хороших высот. Ну, надеемся, что все ваши вот эти вот идеи притворятся в жизни в полном объеме. На самом деле, очень круто, что вы работаете по разным совершенно направлениям, но сейчас хотелось бы вернуться к нашему проекту, к традиционным ремеслам народов Карачаево-Черкесской республики. Зульфия, вот вопрос для вас. Вот если мы говорим о ремеслах Карачаево-Черкесской республики, вот вы разделили их на несколько, скажем так, отраслей. Вот в каждой отрасли. Какие именно ремесла будут изучаться? Будут ли какие-то особенности? Все это дело будет преподноситься, скажем так, с условиями того, как это можно делать сейчас? Или же вы будете рассказывать еще и историю ремесла, и как это все делалось в давние времена? Конечно же, наши эксперты-преподаватели будут рассказывать все, как это делали наши предки, как этим занимались наши бабушки, дедушки, и как это все можно реализовать сейчас. То есть вы будете комбинировать оба формата, будете комбинировать историю и то, как применять это ремесло в современных реалиях, современными технологиями? Да, у нас будет как бы первый вводный урок, где будут рассказывать о этих отраслях, традиционных ремеслах, чтобы все люди были в курсе дела, что там происходит, что нужно делать. А дальше уже будем это все реализовывать. Этим всем будут заниматься наши старшеклассники, студенты, молодежь с 15 до 25 лет, которым это больше всех интересно, и для кого это актуально. Отлично, на самом деле. Ну вот хотелось бы перейти к следующему вопросу. Что будет с Центром обучения традиционным ремеслам народов Карачаева Черкесской Республики после того, как проект будет реализован? Планируете ли вы расширяться, или же будете уже уходить в какую-то другую сферу деятельности? Наша школа будет существовать после реализации, и в дальнейшем будет развиваться, будут добавляться какие-то новые направления, другие отрасли, и мы хотим это продвинуть на уровень СКФО. Круто. У вас очень амбициозные цели, на самом деле. Я очень надеюсь, что вы их настигнете. Ну вот сейчас хотелось бы отметить, что у нас в рамках нашей телепередачи есть такая небольшая традиция, в рамках которой каждый наш гость делает свои определенные пожелания нашим дорогим телезрителям. Что бы вы им хотели пожелать? Я бы хотела пожелать телезрителям, чтобы они достигали своих поставленных целей, и не останавливались на достигнутом. Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Я бы хотел пожелать, чтобы ваше утро каждый день начиналось столько улыбок и морем норе счастья без какой-либо горящей в вашей жизни. И надеюсь, что вы всегда будете улыбаться, смеяться и радоваться жизни. Спасибо большое за ваши пожелания. Но я напоминаю, дорогие телезрители, что сегодня у нас в гостях были Нарус Капушев, начальник управления молодежной политики и социальных проектов Качугу, и Зульфия Баташева, руководитель проекта «Открытие центра обучения традиционным ремеслам народов Карачаева Черкесской Республики». Спасибо вам.